Акция «Чистого даем» проходит у Беларуси. Метод оброчинного мероприемства – проведение парадок «Берагоу озер», «Рек» и «Водосховищау». Городская ежа – первый в этом году гастрофестиваль пройшел на передании у Гомели. Легенды и мифы нескучного сада – гомельский знаутся Леонид Климович презентовал автобиографичное выдание. Новый велосезон открытый, весновый велопробег побью рекорд по массовости. А зараз об этом меньшим больше подрабязна. Проционные пенсии у Беларуси с 1 мая повеличатся у середним на 5,4%. Отповедный указ на 5-эдэдни подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом продугледживается переразлик пенсии у совези с ростом середней заработной платы у республицы. У Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимуму. Это продугледжено постановой Минпрации. Пока шы повеличатся на 3,6% и складзе 206 рублёв 58 копеек. Пропорцый на росту БПМ изменятся и некоторые дитячые допомоги. Так, одноразовая выплата у совези с народжением первого дитяти складзе больше, как 2065 рублёв, а при народжении другого и наступных детей – амаль 2900. Особливую увагу у Гомельской области сёлита нададуть развитию Брагина и Камарына. Про это поведоми у старшиня Абл-Выконкаму Владимир Дворник. Губернатор отзначил, что на этих населенных пунктах будет працаванный пилотный проект развития малых городов. Нагадаем, доручение вызначиться с такими объектами губернатором ранее давал президент Александр Лукашенко. У пытаниях доброупорадкованней развития инфраструктуры ключевый акцент на створении комфортных и безопасных умов для подрастающего поколения. Так, для одной из новобудовлев по улице 8-й Иншагородней областного центра з'явился шмат функциональный дитячий городок. Проект промерковали до года малой родимы. За инициативой усталевать у своём дворы гульнявую пляцовку выступили жихары дома. Их пропанову подтримали коммунальное жильёвое, рамотно-эксплуатационное унитарное предприемство «Сельмашевская» и администрация Чигуночного района. Часка сродков на закупку гульнявого обсталеванья была собрана по час республиканского суботника. Иншая – при уделе самих же хорошего отповерховки. Зараз дети могут весело бавить час у песочницах и на орелях. Гульнявое обсталеванье пляцовки «Отповедая усим необходным потребованиям техники безопасности». Мы также дальше хочу отметить, что всегда готовы поддерживать инициативу. Когда жильцы обращаются к нам за помощью, мы всегда готовы оказать, пойти на уступки. И, как правило, всегда достигается компромисс. И таким образом в наших дворах становится уютнее, для детей безопаснее ездить и играть. Работа в этом направлении продолжается. В этом году запланирована установка ещё детских комплексов игровых. Поэтому на этом направлении «Сельмашевская» работает и продолжает работать. На вести парадок на реках и озёрах миновита такая задача поставлена перед удельниками республиканской акции «Чистый водоём». В этом году она проводится в четвертый раз. На Староруднёвске «Старый Ксожа» в Гомельском районе выехал наш корреспондент Олег Синцерову. Для же хоров Белоруссии белорусская природа, напевно, самая пригожая. Рака, сонники, птушки спевают. Усё, бро, ведьми, добро, коли б ни одно оле сметься по берегах, причем не только природного походжения. Четыре годы проведения акций проносить становчие выньки. Сметья на берегах водоёмов становится меньше. Хоть полностью вырослить эту экологичную проблему, пока не трималось. После отпочинку люди всё ещё покидают на берегах пластиковые пакеты и бутыльки, шклопосуды на вододденье за будком. Особливо неспроявленная ситуация на территориях, которые не имеют статус официальных мест на отпочинку, хоть и там порушения так само сустракаются. В основном в рамках обследования выявляются такие нарушения, как стоянка автотранспортного средства, ближе 30 метров от уреза воды, и отходы люди оставляют вблизи тоже водного объекта, в прибрежных полосах, несмотря на то, что контейнеры установлены на этих зонах отдыха. Разум с тем, створение зон отпочинку на осёне – самый эффективный метод контроля за ситуацией на берегах водоёмов. Едовственно, в Гомщине таких зон было крыху больше 50, качатковое решение по этому году ещё не принято, хоть все погоджаются, но в область 5 десятков доброупорядкованных мест в отпочинку явно недостатково. Есть, конечно, определенные задумки с тем, чтобы увеличить количество таких мест отдыха, но это требует определенных финансовых затрат. Есть у нас проекты разработки и в самом городе Гомеле. Организатор акции «Чистый водоём» Белорусское товариство полевничных и рыболовов, сирот сегодняшних доброохотных помощников, экологи, сопротивленники Следующего комитета и инспекции по охове растительного и живёльного света, школьники, хоть для того, как навести парадок на водоёме, не обовязково выезжать за десятки километров. Добрую справу можно зарабить и побольше с домом. Недавно ко мне обратились жители 104-го нашего микрорайона с просьбой оказать содействие в вывозе мусора, который они сами убрали на берегу озера. То есть акция идёт, акция живёт, и люди становятся более сознательными. В этом отношении позитива этой акции налицо. Республиканская акция «Чистый водоём» протягнется до 4 мая, хоть наведение парадку на берегах к водоёму будет проходить и далей. При этом смете примахчимости сбирается по особку. В одны пакеты пластык у иншая шкла. Собранная на Староруднёвском сыреку омать 500 килограммов отходов станут сыровиной для вытворчества корыстных речев. Хоть только очистка берегов, акция на этот раз не обмежёвается. Чистый водоём повинен быть чистым во всех относинах. После завершения сбора сметы экологи проводят ещё и природоохоуный рейд, его выник затримания браконьера, якому теперь погружают штраф от 20 базовых величин. Забороненная сетка знищается на место. После вертания экологи означать, выпадки браконьерства на Гомщине массовыми уже не заявляются, а не и редким их назвать поколь нельдом. Намного снизилось количество таких выявленных нарушений. Фактически это единицы на протяжении многих десятков километров реки. Но вместе с тем отдельные отчаянные люди ещё имеются, которые устанавливают данные сети, несмотря на очень суровую ответственность за данные нарушения. Агент Синтеров, Ёген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Во урочище Приборского лесничества супрацовники Гомельского управления магистральных газопроводов провели экологичный суботник. Мероприемство по традиции проходило в рамках масштабной акции «Зелёная весна», якую организуя открытое акционерное товарыство «Газпрам Трансгаз Беларусь» по всей краине. Гомельчане сё лето вырошили выездить на посадку леса, а разом с тыми усталевать птушкам домики. С подробностями Евгения Кухаронак. План до посадки – 10 тысяч саджанцев «Бярозы» и «Сосны». Працовный десант в складе 60 человек отримувает указания. На экологичный суботник запросили так само и детей супрацовников Гомельского управления магистральных газопроводов. Разом с батьками, яны приступают до посадки, ехим к ней не можно ставить уприклад. Худка саджанцы займают своё место под солнцем, а юнаки тем часом становятся на крок ближе до статуса «соправдный мужчина». Они взрослые и они понимают, как работать правильно. Мы тоже хорошо работаем. Эти детки смогут уже через 7 лет прийти, пройтись по своему молодняку, посмотреть, что они создали. Вот даже, возможно, появятся какие-нибудь там цветы здесь. Параллельно с высадкой саджанцев на высокие деревья леса устальевываются синичники. 30 птушиных домиков выдало приборское лесничество. На наступный год усеяны будут с новоселами. Махчима и селята нехта вырешить занять новобудовлю. Все с таким энтузиазмом участвуют. Проводится это уже на протяжении 5-6 лет акция. Будет проводиться и дальше. С каждым годом людей все становится больше и больше. К сожалению, всех не можем удовлетворить, ввиду того, что есть и производство основное, которое нужно уделять огромное внимание. На при конце экологичного субботника для его юных удельников провели майстер-класс по правилах пожаротушения. Школьники навыд поспробовали скористаться в огнетушителям под наглядом дорослих. Экологичный субботник пройшел по-соправдному корыстно и продуктивно. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». У областной библиотеки имя Ленина пройшла презентация автобиографичной книги ведомого гомельского знавца Леонида Климовича. У выданни под назвой «Легенды и мифы нескучного сада» рассказывается история телевизионной гульни «Что дзекали». Леонид Климович ведает про это, это, как никто иначе, бо присвятил интеллектуальным гульням все свое життя. Он уладальник «Крыштальной совы» и премии имя Ворошилова, Межнародной ассоцияции клубов, что дзекали за укладу развитию руху. Зараз Леонид Климович отшел от роли активного гульца. Он керой клубом интеллектуальных гульням «Белая рысь», организовывает турниры для молодей, и з'является аутром и ведущим телепрограммы «Рудит пятерка» на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Як педагог высшейшей категоры ее написал шерых в учебно-методичных допаможнікаў, а в 2013 годе, пачас першинства Сибиры па интеллектуальных гульнях, яму прапанавали надрукаваць невелікім таражом мемуары, прасвечаны гульне. Праспять гадог эта книга убачила свету новым формате и стала доступной для усіх аматораў, што дзекали. Там подзаголовок «Пристрастные мемуары, а что, где, когда». А вот и начинаются они со слов «Я люблю эту игру». То есть это, ну, грубо говоря, это такой восторженный гимн игре, которая, собственно, меня сделала человеком и, в общем-то, дала мне мой кусок хлеба. То есть, как делается игра, как попасть в телеклуб, как проходит отборочный тур, откуда берутся вопросы, и так далее, и так далее, и так далее. История этой игры, потому что самое смешное, это же наши дети, которых мы воспитываем, которых мы учим играть. Оказывается, они через одного знают, что был такой Владимир Ворошилов. А кроме того, Леонид Климович зараз працуе над четырма новыми мастацкими апавяданнями. А властный конкурс жестовых спева у зарапад 2018 памяти Владимира Зубарова прайшоў у Гомельским центры инклюзивной культуры. У им прымали удел инвалиды с порушэнням слыху розной ступени, каля 60-ти простойніков с Гомельского, Рэчицкого, Рогачовского, Мазырского районаў и Гомеля. Яны выступали у пяти взроставых катэгорах, сирот яких деці, падлеткі, молодь, дарослая і змешанная група. Выканаўцы демонстравали як популярныя эстрадныя компазіцы, так і дзятячая песні і творы на беларускай мове. Дарэчы, што год конкурс «Зарапад» проводзіцца з метай працягненні инвалидов за заняткав ў гортках і коллектывах жестовых спеваў, развіцца ёх творчасті і культуры мовы жестов. І сапрауды, і сё лето на сцене було шмат молодых виканаўцев і маленьких узыходячих зорачак. Я занимаю в Центре людинной культурі один год, скоро буде два года, потому-то я люблю петь, мне все петь не нравится. Сегодня буду петь «Маленький прынк» і оглянісь вокруг. «Маленький прынк» Областной конкурс жестово песни «Звездопад» проходит уже в третий раз. В этом году мы собрали достаточно большое количество участников из Музыря, Речицы, Рогачёва, Гомеля, Гомельской области. Участников с каждым годом становится все больше, больше и больше. Из Гомеля у нас принимает участие средняя школа номер 70 для детей с нарушением слуха. Ну и, естественно, участники из Центра инклюзивной культуры, Народного театра эстрадных миниатюр и инсценированной песни. Среды переможцов вселетнего конкурса три вучни Гомельской специализованной агульно-эдукационной школы номер 70 Микита Лашкевич, Анастасия Акиншиц и Олеся Полосьмак, Александра Бурым з Речицкой школы-интерната, а так само две представницы Центра инклюзивной культуры Ирина Зубарова и Лилия Морозова. Смачней не бывая. У Гомеля пройшел третий по лику и первый в 2018 году гастрофестиваль «Городская ежа». Фудкорты и творчая пляцовки разместились для медуниверситета. Организаторы зарабили упор у первого чергу на семейный отпочинок. На фудкорте повары гомельских кафе и ресторанов частовали в уличной ежай, якую готовали на вачах гостей. В побочи разместились гульнявые и творчая пляцовки рамесный арт-маркет. Тут же проходили майстеры-классы по здоровым харчаванне, моде и прохожосте. С детьми працевали аниматоры в гульнявых зонах. В минулом году отбулося два гастрофестиваля, и хомельчанам таки формат видовочно сподобался. Все лето таких мероприемств будет значительно больше. У нас в этот раз сменилась площадка, и нам она нравится своей многоярусностью. Здесь можно выставить больше зон, больше фотозон, больше детских зон, ремесленный арт-маркет, сцена, соответственно, у нас повыше стала. Ну и участники уместились у нас намного компактнее. На этот сезон мы планируем каждый месяц, а то и два раза в месяц удивлять новыми гастрофестивалями наших горожан. Малявничий куток дикой природы у картинной галереи Гаурей Лавашчанки. Тут открылась выстава «Зоопарк» «Парад малпов». Наведвальники окунуться в свет тропиков и доведуются шмат цикавого про экзотичных насельников нашей планеты. Вероника Ворошилина протягне. Веселые малпы, шиншилы, попугаи, лемур, дикобраз, насуха и разные иншие представники тропичной фауны на некоторый час стали насельниками картинной галереи Гаурей Лавашчанки. Уси яны любят детей и увагу до себе. Выстава «Зоопарк» носит интерактивный характер. Под наглядом администраторов юные наведвальники могут экзотичных живел гладить, брать на руки, фотографовать и навод кормить. Мы даем погладить животных, обезьян, лемуров, попугаев. Можно, скажем, подойти, потрогать, кто хочет, может сфотографироваться с ними. Также мы рассказываем про них, как они питаются, где обитают. Показываем, как можно кормить и детям можно кормить. Мы показываем, кого можно. Они большинство фруктовышей любят, конечно же, обезьяны, они же любят бананы. Белоносая мартышка Маша и зеленая Коля, макакарезос Тимати и насуха Алиса. У каждого представленного зверка своя мянушка и характер. Тут есть самая маленькая по своих померах малпочка в свете, белауха и грунка. Самая же старейшая представница примата на выставе 16-годовая макакарезос. Большаясь малпа, как и инших экзотышных живел экспозиции, вельми гулевые и ласкавые. Яны легкой идусь на контакт с наведовальниками и дурать позитивные эмоции и детям, и дорослым. Мне понравился дикобраз, потому что он ласковый игуана. Она приятная. Мне понравились обезьянки, как они бегают, садятся мне на руки. Все животные красивые и интересные. В выставе зоопарку парад малпа можно так само башить зеленую игуану, тыгрового питона, низкого крокодила, янута полоскуна, чернокрылого тукана. Кап провести вольный час весел и с корыстью, наведовальникам достатково запомнить некольки нескладанных правилов. Не просовывать пальцы в клетку, не заходить в загородженные зоны и брать на руки только тыг же вел, яких дозволяют администраторы. Вероника Ворошилина Йоген Макеенко, телерадоя компания «Гомель». Я в спорте. У Гомели масштабно открыли новый велосезон. У першиню весного велопробега трымался таким массовым. Онлайн-регистрацию прошли амаль полторы тысячи человек. Это абсолютный рекорд. Однако видно, что на пляце у целя Гомельского медуниверситета было на шмат больше людей. Причем, это не только гомельчане. Здесь не тьмассовую велопрагулку приехали гости из всей Беларуси, а так само из России и Украины. Маршрут протяглась 18 километров пролягал по центральных улицах города. Колонна растягнулася больше, чем на километр. У Гомели велорук ширится худкими темпами. Город становится все больше дружелюбным до велосипедистов. И это выник взаиморазумения велосипедистов и мясцовых Уладау. У нас уже давно сложились очень теплые отношения с нашими властями, с управлением спорта, облсполкомом, горосполкомом, ГАИ. Они всегда интересуются мнением велосипедистов. Ну, а мы, как уже официальная структура, представляем именно этот интерес и мнение велосообщества нашего города. Это мероприятие, это одна из основных составляющих общей концепции развития города Гомеля, его туристической привлекательности. Поэтому, то, что сюда приезжают уже наши гости из России, из Украины, это говорит о том, что наши мероприятия все-таки знают за рубежом и оно интересно. У Гомеля пройшло открытое першинство областной специализованной спортивной школы Олимпийского резерву номер один. У делу турниры приняли около 90 спортсменов с Гомеля и Минска. Юные фигуристы змогались за перемогу в некоторых взрослых категориях. Молодшим 6 годов, старейшим 15. Оценивала выступления спортсменов судейская бригада из России. Как ведомо, россияне задают тонус усветным фигурным катанием. Белорусы по коль выступают не на таким высоким узровне, однако этот вид спорта в нашей краине развивается. Великая колькость у дельников на гомельском турнире этому подтверждение. Думаю, что если организаторы будут так ежегодно развивать этот турнир, то сюда потянутся и спортсмены из других стран. Здесь, в Белоруссии, если фигурное катание пойдет по, так сказать, по нарастающим, по более, скажем так, усложненной программе для спортсменов внутри страны, то и результаты из этой страны будут гораздо выше, чем они есть сейчас. Переможцами открытого першинства с Дюшар номер один стали гомельчане Анастасия Сидарынка, Злата Амельянюк, Елизавета Комар и Микита Гринштейн. Это и так самая иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tv.org.by На этом выпуск завершен и усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин